Большая вода смыла плодородный слой почвы и затопила склады с семенами в пострадавших регионах. Земледельцы бьют тревогу. На многих полях еще слишком высокий уровень воды, из-за чего посевную работу, возможно, придется отложить. Какие еще изменения внесли паводки и стоит ли беспокоиться за продовольственную безопасность, выясняла Даля Насипова. Какой урон паводок нанес сельскому хозяйству? Точного ответа на этот вопрос пока нет. Если ущерб, нанесенный животноводом, уже подсчитан, по официальным данным, погибло 8 тысяч голов скота, то с аграриями дела обстоят немного сложнее. По словам представителей Ассоциации фермеров Казахстана, в подтопленных регионах с водой ушел плодородный слой почвы, а некоторые лишились семян, заготовленных для посева. С полей в некоторых местах водой смыла верхний слой. Это плодородный слой почвы. Это значит, на этих полях урожая будет меньше, во-первых. Во-вторых, на многих полях еще есть вода. И пока она просохнет, требуется время. И наши фермеры позже зайдут на эти поля, сдвинутся. И все сроки пассивные. Но в Минсельхозе тревогу бить не спешат. Специалисты говорят, что площадь затопленных полей невелика. А восстановить поврежденные земли можно с помощью специальных технологий. И на урожае паводок практически не скажется. Если на юге Казахстана посевная уже началась, то в северных регионах массовая кампания стартует только к 20 мая. Если опираться по оперативной информации местных исполнительных органов, то из всего ярового сева планируемого в текущем году только 2,7 тысяч гектар североказанской области были в зоне подтопления. То есть никаких рисков именно паводковая ситуация для весеннеполевых работ не несет. Кроме того, некоторые аграрии высказывают, что именно прошлогодние осадки и снежная зима дали очень мощную влагозарядку. В профильном ведомстве больше обеспокоены другой проблемой. Синоптики обещают очень засушливое лето, поэтому большой влагозапас в почве только на руку аграриям, говорят специалисты.